ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Вместе с родственниками героев за боями наблюдал и Александр Комаров Немцы открыли огонь по палаткам, где были раненые солдаты Но эти залпы стали для них же самих роковыми На звук взрывов пришли бойцы того самого 80-го отдельного лыжного батальона Они подошли к врагу с тыла Завязалась битва, жестокая и кровопролитная Идорвавшись на лыжного батальона Воссоздание боя под деревней Липенко участвуют реконструкторы из Кирова, Казани, Чистополя и Нижникамска К подобным событиям они готовятся основательно Читаете какие-то книги, исторические фильмы? Обязательно Смотрим не только фильмы, фотографии рассматриваем тех же годов Смотрим Все равно бывали изменения Но не точностью в обмундировании цена именно эта реконструкция А достоверностью самого исторического события Бой воссоздали по военным донесениям Эффект усиливает то, что за сражением наблюдают родственники тех, кто в реальности принимал участие в этом бою Двойная ответственность Мне кажется, после окончания реконструкции будут слезы на глазах Вот такой трепет внутри и в нас, и тот, кто будет смотреть Двойной трепет, чьи деды, прадеды, отцы погибли 15-минутная реконструкция – это всего лишь момент, в который пережили солдаты лыжного батальона В который отбирались исключительно крепкие бойцы В этом сражении с немцами они победили, но впереди были еще героические схватки Я обязательно вернусь И они вернулись с войны, но только 78 лет спустя Они вместе сражались, вместе погибли И в своем последнем строю они снова вместе Александр Комаров, Фахри Исламов, Новости НТР И вот герои, ушедшие в небо в 42-м году, обрели вечный покой спустя 78 лет Останки 19 солдат из 80-го лыжного батальона похоронили сегодня в братской могиле 19 гробов, накрытых российским флагом 19 героев 80-го лыжного батальона Они все погибли в один день 31 января 42-го года И вот спустя ровно 78 лет их души обретут вечный покой на родной земле А их близкие – место, куда можно прийти и поклониться Сегодня, конечно, печальный день, но в то же время он святой Ведь с тем, что мой дед погиб, мы давно приняли и смирились И для нас сегодня очень радостно осознавать, что наконец-то он вернулся на родную землю Вернулись благодаря отряду поиск и кропотливой работе экспертов Которые с помощью ДНК-тестов установили имена погибших бойцов и нашли их родственников Наш дедушка, папина, отец или нет И потом, когда мы прошли ДНК, вот эти все исследования Когда установили, что 98%, мы, что называется, окончательно в это поверили И это большое значение для нас, для нашей семьи, для всех родственников имеет Дети и внуки погибших солдат простились сегодня с ними, как подобает Покойтесь с миром, герои Символично гробы в братскую могилу опустили те, кто нашел останки бойцов в псковской земле Поисковики. Сегодня они тоже в белых маск-халатах, таких же, в каких погибли лыжники 80-го батальона Молюсь, чтобы было им там, на том свете хорошо А здесь я желаю, чтобы не было войны, чтобы были все счастливые, все здоровые Против такой армады не выдержала Европа, а они смогли остановить Полураздетые, полухолодные, ну, как сказать, не такие вооруженные, но у них была сила, духовная сила Мы должны быть достойны их памяти Мы будем скорбить, помнить и ценить их жизнь Такой короткой Я бы сказал, простите нас, ребята, то, что мы очень мало сделали за столько лет, за 70 лет Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР Память павших в Великой Отечественной войне сегодня почтили в Нижнекамских храмах Православные верующие сегодня отслужили панихиду в храме Воскресения Христова Память погибших воинов почтили молитвами за упокой Молитвы сегодня прозвучали в Центральной соборной мечети На пятничной проповеди верующие попросили райских садов для умерших и праведной, благополучной жизни для ныне живущих Понравилась новость или вы что-то пропустили? Не переживайте, вы можете следить за нашими новостями в нашем сообществе НТР24 ВКонтакте Ссылка на ваших экранах Там же ровно в 7 вечера начинается прямая трансляция программы новости Для этого подписывайтесь на группу и оповещение в ней Также всю оперативную информацию ищите на нашем сайте НТР24.рон регулярно обновляется НТР также есть в Инстаграме и Фейсбуке Адреса на ваших экранах Сегодняшнее утро для большинства нижнекамских автолюбителей выдалось отнюдь недобрым Снегопад, начавшийся еще ночью, к утру завалил снегом все городские дороги Это обстоятельство заметно задруднило движение Коммунальщики вышли на уборку в усиленном режиме Но справиться с капризами природы дается пока что с переменным успехом Нижнекамские улицы бродят десятки единиц спецтехники По прогнозам синоптиков такая снежная погода сохранится и в ближайшие дни Об этом, наверное, комментарии тут безлишни Не пройти, не проехать Ездить очень сложно по дорогам Буксовал сегодня в машине Центральные чистят, а внутри дворов нет Каждый день идет снег, они попросту не успевают То есть это не вина коммунальных служб А так-то каждый день, вот сегодня с утра я смотрел У меня возле дома на строителе 1А С утра трактор работает, ну что вот сделаешь, снег идет И если город утопает в снегу, то вот лесной массив у птицефабрики топит водой Сам настоящий фонтан бьет уже не первый день, а бурный ручей уносит воду в Каму Об этом нам сообщили телезрители Альбина Валиева Выехал на место Мы частенько гуляем здесь с собакой И вот увидели, что бежит вода с колодца Необычную находку Николай и его верный друг Арчи Обнаружили пару дней назад В пригородном лесу из колодца бьет фонтан Вода хлещет под большим напором Этот участок дороги буквально поплыл Глубина бушующего ручья уже более 5 сантиметров По словам местных жителей, вода из колодца непрерывно бежит уже второй месяц И по всей видимости стекает она в Каму Люди обеспокоены состоянием реки Они переживают, что вода в колодце грязная и может нанести экологический вред В лесном массиве образовался целый каскад водопадов Это видео сняли очевидцы Нам удалось выяснить потоп рядом с бывшей птицефабрикой Это последствия порыва подземного трубопровода Он находится на балансе управления водоканала Нижнекамс-Нефтехим Там о проблеме знают Говорят, вода в колодце чистая Она поступает в промзону Чтобы восстановить поврежденный участок, нужно время Сейчас специалисты составляют пошаговый план ремонта Без этого ликвидировать аварию не будут Альбина Валеева, Булат Абдульманов, Новости НТР Старая история на новый лад Доверчивые нижнекамцы продолжают вестись на уловки телефонных мошенников Если раньше злоумышленники предлагали сразу перевезти им деньги То теперь пошли от обратного Предлагают подзаработать Только вот итог прежний Люди остаются ни с чем Айгулей Блонская продолжит Своё лицо жертва мошенников просит не показывать Нижнекамки позвонили с постороннего номера И предложили подзаработать на бирже криптовалют Я закачала на телефон предложение Они попросили Оказывается, они удаленно на мой телефон смогли войти Я вижу, они пальцем двигают Там всё резко так меняется Перелистывали Вот, взяли кредит Всё, одобрили Обманщики на имя девушки оформили кредит на 210 тысяч рублей 96 успели снять А потом служба безопасности Сбербанка, заподозрив неладное, заблокировали карту Нижнекамка не первая, кто попалась на уловку мошенников Только в январе аферистам удалось выманить кровный у 18 горожан Все истории в основном как под копирку Звонят, якобы сотрудники Сбербанка И просят назвать данные карты и код на оборотной стороне Нижнекамцы до сих пор ведутся и на обман в социальной сети ВКонтакте и сайте объявления ВИТО Взламывают страницу И от имени, получается, лица, у которого взломали Присылают различные сообщения Материальной помощи Потепешу думают то, что действительно ему друг написал Ему представляет номер, куда он деньги переводит Соответственно, потом он пишет Реальный хозяин данной страницы Говорит, меня взломали Вернуть свои деньги практически невозможно Потому еще раз предупреждаем Будьте бдительны Айгуль Яблонская, Булат Абдульманов, Новости НТР Взрослый мужчина обокрал 8-летнего ребенка Сама история произошла еще в декабре Но задержать злоумышленника удалось только сейчас Светлана Шумкова расскажет подробности Инцидент случился в начале декабря Испуганный школьник дома все рассказал родителям А те, в свою очередь, сразу написали заявление в полицию По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» Все случилось здесь, на тротуаре между ЗАГСом и второй школой После уроков ученик второго класса вышел со школы и направился домой Ребенка приметил мужчина Он догнал его и отобрал мобильный телефон Психологи советуют в подобных ситуациях Дети не должны вступать с незнакомцем в перепалку Он может быть опасен Ведь мотивы преступника неизвестны Когда нас повалили и, извините, силы неравные Можно кричать, позвать на помощь Ходить, к примеру, для безопасности в людных местах Когда ты откуда-то идешь Забегать в магазин Попросить позвонить родителям Если ребенок вам сказал, что с ним что-то случилось Его ругать не надо, а наоборот поддержать Чтобы потом, если вдруг ситуация подобная повторится Чтобы ребенок был с вами открытым Стоимость ущерба составила 5000 рублей Больше месяца полицейские разыскивали подозреваемого На днях мужчину задержали Им оказался ранее судимый 52-летний местный житель Телефон школьника был при нем Задержанного арестовали, а гаджет изъяли Сейчас мужчина находится в СИЗО Чистополя Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Новости НТР Наша телекомпания Русфонд продолжает благотворительный проект Помощи тяжелобольным детям В прошлый раз мы помогли Софье И сегодня история 12-летнего Паши Воробьева У мальчика детский церебральный паралич После операции ему нужны средства реабилитации Которые помогут ходить и сидеть без боли Внимание Паши сразу привлекает наша телевизионная камера Изучает, трогает У Паши детский церебральный паралич Мальчик родился здоровым Но ошибочный диагноз врачей стал для него роковым После операции малыш вмиг изменился Экстренно оперирует Ребенок впадает в кому на 5 суток После 5 суток, конечно же Когда он вышел с тебя, я его вообще не узнала То есть месячный ребенок Если до этого он у меня уже фокусировал взгляд Он держал головку Тут он держал полностью парализован Сейчас каждый шаг ему дается через боль В медицинской карточке мальчика за 12 лет страниц больше, чем в любой книге Мальчик почти не говорит Большую часть времени сидит, посещает коррекционную школу Паша героически переносит по несколько операций в год Результаты хоть и небольшие, но есть Однако для полноценной жизни этого недостаточно Вера и труд, как говорится, все перетрут Мы не отчаиваемся, боремся Мы надеемся, что может быть когда-то и заговорит Он есть же Много, масса примеров, когда люди начинают и в 15 лет, и в 18 говорить То есть, ну вот, поэтому мы надеемся на это Надежду на выздоровление пусть и частичное дали в Кургане Недавно там Паше сделали операцию на правую ногу Но этого мало Чтобы мальчик смог передвигаться ровно и без боли, ему нужен специальный корректирующий корсет На данный момент, ввиду его сопутствующей ортопедической патологии, контрактуры верхних и нижних конечностей Ему требуются дополнительно технические средства реабилитации Такие как аппарат на нижние конечности туловища, который называется СВОЖ Самая большая мечта мамы, чтобы сын научился разговаривать Чтобы воплотить в жизнь мечты мамы, Паша усердно учится, очень старается Сейчас мальчику требуются технические средства реабилитации, которые помогут ему ходить и сидеть без боли Собрать нужно 185 тысяч рублей, таких денег в семье нет Помочь Паше можем и мы с вами, как помогли уже многим детям Нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542 Стоимость сообщения 75 рублей Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телерадиокомпании и Русфонда Ну и к другим темам Власть встретится с народом Со следующей недели в Нижнекамске стартуют традиционные встречи горожан с руководителями города В формате открытого разговора с властью подведут итоги минувшего года, обозначат задачи на год грядущий Ну а жители смогут внести в планы свои предложения по улучшению жизни микрорайонов и коррективы Стартуют встречи в понедельник В первую декаду февраля пройдут 30 таких собраний Первые встречи состоятся в понедельник Местом проведения станут школы номер 15, 1, 19, 7 и 36 Начало всех собраний в 6 вечера Графики места других встреч с населениями вы видите на своих экранах Ну а подробности ищите на нашем сайте Сегодня к нам снова пришли гости На этот раз на экскурсию в телерадиокомпанию НТР пришли ученики 28-й школы Что больше всего понравилось четвероклассникам и чем заинтересовались юные нижнекамцы в следующем материале Мечта школьников 28-й школы сбылась Им удалось побывать в студии и даже посидеть на месте ведущего новостей Экскурсию в телекомпанию НТР четвероклассники планировали давно И даже подготовили вопросы журналистам Радио, как вы понимаете, работает беспрестанно, беспрерывно, круглосуточно Не останавливаясь ни на минуту, ни на секунду Любопытные ученики увидели радиостудию Ди-ФМ Заглянули в редакцию службы новостей Познакомились с корреспондентами, монтажерами и операторами Чтобы узнать профессию журналиста изнутри Ребята попробовали себя в роли съемочной группы Нравится ли тебе ходить на гимнастику? И во сколько лет ты начала на нее ходить? Я хожу на гимнастику с 4 лет и мне очень нравится ходить Я узнаю, как снимаются новости, как монтируются тоже новости и как накладывается звук Я хотела бы работать журналистом, потому что хочу, чтобы меня родные видели в телевизоре Учеников 4-го А-класса увидели и услышали Ну а чтобы стать корреспондентами НТР, они обещали подтянуть знания по русскому языку и литературе Айгуль Леблонская, Рафалер Ракипов, Новости НТР Ну а на этом у меня все Далее обязательно посмотрите новости спорта и не пропустите прогноз погоды Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 Через наш сайт ntrdefis24.ru или же через ватсап Его номер 8 917 9373 077 Удачи, хороших уходных Сегодня в новостях спорта Волки против барсов Как нефтехимик завершил выездную серию Нижнекамские вольники выступили на республиканском первенстве Об этом не только сразу после рекламы Так хочу водить машину, но... Начни обучение с 3000 рублей В автошколе Автолидер Автолидер это крутые инструктора-профессионалы Новые автомобили для комфортного обучения Офисы в шаге от твоего дома Тариф доступный тебе Это бесконечные призы, бонусы, акции, розыгрыши Это новые друзья, которых ты встретишь Ждем именно тебя Доступно обучение 16 лет Вечернее дневное в группах выходного дня Автошкола Автолидер Твои новые возможности Всего лишь с 3000 Всероссийская ярмарка в Нижнекамске Качественные товары со всей России И вкуснейшие фермерские продукты С 5 по 9 февраля Шатер у гипермаркета лента Лесная 14 На телеканале НТР Обзор спортивных новостей В студии Вера Вирца Здравствуйте Нефтехимик завершил выездную серию Поединком с Борысом В очень упорном матче Волки уступили Со счетом 1-2 Первую шайбу зрители увидели В дебюте второго периода Когда хозяева открыли счет В дальнейшем ходе игры Наша команда имела огромное преимущество Как игровое, так и по голевым моментам Но удача волкам улыбнулась Лишь в начале третьего периода Мэтт Уайт отличился С передачи Павла Порядина Казалось еще немного И нефтехимик выйдет вперед Но забил снова Борыс Моментов отыграться у волков было много Но подвела реализация 1-2 Обидное поражение Следующий матч нефтехимик проведет дома 3-го февраля Когда в гости приедет Северсталь Тему хоккея продолжим Успехами наших младших хоккеистов Воспитанник спортшколы Нефтехимик завоевал золото На спартакиаде учащихся Второй этап Десятой спартакиады по хоккею Прошел в Саранске В составе сборной Татарстана В финале Даниил Лазарев вышел на лед Против сборной Башкортостана Защитник команды 2006 года рождения Он выступал под 81 номером Выходил на лед во второй пятерке Наши парни в упорном противостоянии Добились победы со счетом 5-3 Вместе с кубком и медалями Высшей пробой татарстанцы Заработали путевку в финал Десятой зимней спартакиады Учащихся Который пройдет в Красноярске С 7 по 16 марта Нижнекамские пловцы Выступили на чемпионате Татарстана На плавательных дорожках в Казани Встретились более 350 спортсменов Александр Кубасов стал чемпионом В вольном стиле на трех дистанциях 200, 400 и 800 метров В спринтерской дисциплине В которой Кубасов выступает редко Он поднялся на пьедестал Став бронзовым призером На дистанции 200 метров Брасом Алина Сидикова стала второй Другая воспитанница 8-й спортшколы Светлана Олиференко По двум дистанциям 100 метров вольным стилем И 100 метров на спине Отобралась на первенство ПФО В составе сборной команды Республики Татарстан Золотым дублем открыли для себя Чемпионат Приволжского федерального округа Представительницы Спортивного клуба «Нефтехимик» Соревнования по лыжным гонкам Проходят в Кирово-Чепецке В индивидуальной гонке На 10 километров свободным стилем Основная борьба за победу Развернулась между Тремя нижнекамскими лыжницами Дилярой Саберзиановой Алией Иксановой И Эльмирой Гаяновой В итоге победили две девушки Саберзианова и Иксанова Мастера спорта международного класса Показали одинаковое время Ровно секунду проиграла Чемпионка мастер спорта Гаянова Теперь расскажем о настольном теннисе Дарья Шадрина прошла отбор На чемпионат России Окружной чемпионат по пинг-понгу Прошел в Казани И собрал две сотни спортсменов Дарья провела три победных матча Из шести заняла восьмое место Показав второй результат Из двадцати восьми татарстанских спортсменок Среди которых девять мастеров спорта В турнире принимали участие Еще двое воспитанников спортклуба Кандидат в мастера спорта Дмитрий Лялин стал тридцать восьмым Из более ста двадцати представителей Сильной половины Одиннадцатилетняя дебютантка Чемпионата ПФО Перворазрядница Евгения Тиханова Заняла пятьдесят пятое место Среди семидесяти шести женщин и девушек Завершим последний выпуск недели Вольной борьбой Нижнекамские спортсмены Отличились на двух турнирах в Елабуге Первенстве борцов до шестнадцати лет И до двадцати одного года В обоих турнирах у наших спортсменов Богатый урожай наград На первенстве младших спортсменов Город представляли спортшкола номер восемь Динамо и спортклуб нефтехимик Участников было почти три сотни По итогам турниров Копилки нижнекамцев Пять золотых, три серебряных И шесть бронзовых наград Теперь победитель отправится на ПФО В Ульяновск Также в Елабуге наши вольники Успешно выступили на первенстве Спортсменов до двадцати одного года Здесь мы также отличились Старшие спортсмены сумели завоевать Семь золотых, одну серебряную И пять бронзовых медалей Впереди ПФО, которое пройдет в Оренбурге На этом последний выпуск недели завершен Смотрите далее прогноз погоды Я же с вами прощаюсь Напоминаю, что связаться с нашей редакцией Можно по телефону 40 0 7 70 А также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru Любите спорт и он обязательно ответит вам Взаимностью Спонсор выпуска Потолкуем НК Хочешь подарок? Закажи натяжной потолок Заказал потолок? Получи подарок Потолкуем? Потолкуем НК Монтаж потолка в день обращения? Не рассказывайте сказки Это не сказки Позвоните по телефону утром и вечером А может и днем? Мастер позвонит в дверь вашей квартиры Быстро Качественно Красиво Натяжные потолки От потолкуем НК Качество на первом месте Потолкуем В субботу 1 февраля В Нижнекамске пасмурно с небольшим снегом Температура воздуха днем минус 1 градус Ветер слабый юго-западный до 2 метров в секунду Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба В воскресенье погода останется без изменений Спонсор выпуска потолкуем НК Хочешь подарок? Закажи натяжной потолок Заказал потолок? Получи подарок Потолкуем? Потолкуем НК Монтаж потолка в день обращения Не рассказывайте сказки Это не сказки Позвоните по телефону утром и вечером А может и днем? Мастер позвонит в дверь вашей квартиры Быстро Качественно Красиво Натяжные потолки от потолкуем НК Качество на первом месте Потолкуем Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»